МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события дня. Меня зовут Анна Пикулина. И прямо сейчас мы готовы поделиться самыми актуальными новостями жизни Курской области. Ранним утром 27 августа в стену одного из жилых домов на улице Карла Маркса врезался беспилотник. В обстоятельствах происшествия разбиралась Мария Колосова. Ярко и масштабно 26 августа на мемориале Курская дуга прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы на Огненной дуге. С подробностями Егор Горожанкин. В выставочном зале имени Казимира Малевича торжественно открыли патриотическую фотовыставку за лентой. Представлены работы, сделанные во время командировок команды благотворительного СВР-фонда вместе с Владимиром Соловьевым. Подробнее расскажет Михаил Агарков. Оперативная обстановка в регионе остается стабильно напряженной. Террористические атаки со стороны Украины продолжаются. В ночь на 27 августа в Курске вражеский беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом на улице Карла Маркса. К счастью, никто не пострадал. У здания незначительные повреждения. Взрывной волной задело и несколько стекол в корпусе инженерного факультета Аграрного университета. Соседи говорят, родился в рубашке. Сам считает, Бог уберег. Антон Толстых во время происшествия спал на диване лицом к окну. В результате столкновения беспилотника со стеной дома в квартире Курянина выбило окна. Осколки пролетели рядом и чудом его не задели. От ударной волны стекла вылетели в соседних квартирах. Их хозяевам тоже повезло. Кто-то отсутствовал дома, кому-то повредило лишь балконы. Самое главное, что никто не пострадал. Мы услышали сильный хлопок. Я проснулась, моя спальня напротив. Дочь здесь спала. Заходит она ко мне и говорит, ты слышала взрыв? Я говорю, слышала. У нас окошко выскочило. Она почувствовала шум треск битого стекла. Я говорю, как? Она говорит, да вот так. Ну пойдем посмотрим. И почувствовала, говорит, запах пороха. Пойдем смотреть. Стали смотреть, тут и второе. С утра у дома работали оперативные службы и строители. Специалисты подсчитывали ущерб и проводили замеры для дальнейшего восстановления поврежденного имущества. На место также выехали глава региона Роман Старовойт, замгубернатор Алексей Дедов и глава города Игорь Куцак. Следствие собрали, все обломки. Мы дождались, пока следственная группа отработала. После этого мы пропустили. Внизу здесь много стекол. Ну это бессмысленная атака просто на жилой дом. Просто хотели испортить праздник. 80 лет победы. Кушкобиты. Очевидно. Общие разрушения таковы. Незначительные повреждения стены многоквартирного дома, выбитые окна на верхних этажах. Специалисты уже приступили к восстановлению. Произвели покраску поврежденного участка фасада. Убрали осколки стекла с прилегающей территории. Произвели замеры окон и заделали повреждения. Поврежденные оконные проемы пленкой. Срока заготовления окон порядка 7 дней, после чего будет произведена окончательная их установка. Ударная волна повредила и несколько окон соседнего здания одного из корпусов Курского аграрного университета. Ущерб причинен незначительный. Жертв и разрушений нет. В самые кратчайшие сроки все будет восстановлено. Специалисты планируют восстановить все остекление в доме и соседнем здании университета в течение недели. Мария Колосова, Владислав Соболев. События дня. До 9 мая 2024 года все школьники и студенты Курской области посетят новый мемориал в Понарях и другие комплексы на территории района. Поручение организовать соответствующий туристический маршрут для молодежи дал губернатор Роман Старовойт на оперативном совещании регионального правительства в понедельник. Итоги масштабных празднований и другие темы планерки властей в нашем сюжете. Без происшествий и на очень высоком уровне. Так, по оценке губернатора Курской области и федеральных гостей прошли масштабные празднования 80-й годовщины победы в сражении на огненной дуге. Центральным мероприятием стало, конечно, открытие первой очереди мемориала в Понарях. Роман Старовойт поручил коллегам составить график, по которому все школьники и студенты региона смогут посетить новый военно-патриотический объект. Я считаю, что каждый молодой человек, проживающий на территории региона, должен до нового года, до 9 мая следующего года, в обязательном порядке посетить и этот мемориал. То есть, продумайте, как можно было бы сделать такие экскурсии. Уже 24 августа на площадке мемориала вновь закипела работа. Строители приступили ко второй очереди, которую планируют открыть 9 мая 2025-го, к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Губернатор отметил, что объект финансируют из разных источников. Так, например, памятник солдату, монумент первой очереди, появился за счет российского военно-исторического общества. 300 саженцев кедровой сосны подарили коллеги из Кузбасса. Благоустройство и подведение коммуникации оплатили из областного бюджета. Строительство второй очереди предусматривает у нас участие бюджета союзного государства. Об этом во время моего визита мы договаривали с Александром Григорьевичем Лукашенко. 23 августа на прошлой неделе еще раз у Владимира Владимировича я уточнил эту возможность, получили согласие. Кроме того, на территории мемориального комплекса появится часовня. Ее воссоздадут в точности, как ту, что в 1900 году построили в Курске справа за московскими воротами, в начале улицы Ямская гора. На нее потратят благотворительные взносы, которые перечисляют неравнодушные люди со всего мира. Пока на сегодняшний момент, кроме жителей Курской области, очень существенный финансовый денежный вклад на строительство часовни внесли наши друзья из Ямало-Ненецкого округа. По моим данным, почти 16 миллионов рублей жители округа перечислили в фонд. Обсудили на оперативном совещании и предстоящий день знаний. В этом году в Курской области новый учебный год начнется для 120 тысяч детей. 12 тысяч из них – первоклассники. Из-за угрозы со стороны Украины в пяти приграничных районах линейки пройдут в дистанционном режиме. Анна Пикулина, События дня. В течение прошлой недели в разных уголках региона проходили масштабные торжества в честь 80-летия победы на Огненной дуге. 26 августа в Курске на Триумфальной арке состоялись шествия в память об участниках легендарного сражения и марш-парад духовых оркестров. Торжественные мероприятия начались у Вечного огня. Там куряне возложили цветы, затем почтили память героев великого танкового сражения у стелы Курск – город воинской славы. С 80-й годовщиной победы на Огненной дуге Курян поздравил глава региона Роман Старовойт. Значение Курской битвы, корелома перехода в Великой Отечественной войне переоценить невозможно. И сколько бы ни говорили сегодня о спорных моментах, сколько бы ни пытались подвергнуть сомнению результаты всей Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, как ее наиболее значимого этапа. Это наша победа, за которую было заплачено огромной ценой. А затем по проспекту Победы маршем прошли духовые оркестры из Курской, Белгородской, Воронежской областей и ДНР. Гости праздника отметили выступления музыкальных коллективов, поднимали боевой дух солдат Великую Отечественную. Вызывают волнение в сердцах людей сейчас, спустя десятки лет. Воспоминания у тех, кто вырос на военных песнях и гордость за дедов и прадедов у молодых ребят. В нашем репертуаре оркестра достаточно много произведений, посвященных тематике Курской битвы, тематике Великой Отечественной войны. И поэтому для нас очень почетно, для нас очень приятно приглашение, участие в том массовом таком проекте, замечательном проекте. И поэтому мы счастливы. В знакомых мотивах звучали и нотки современности. Музыканты из соседних регионов подготовили для зрителей небольшую шоу-программу. Танго «Кумпарсита» и «Черные очи». Одно из самых ярких выступлений подготовил Курский оркестр 448-й ракетной бригады имени Сергея Непобедимова. Масштабное шествие замыкали волонтеры, школьники и студенты. Они прошли по проспекту Победы с портретами героев огненной дуги. Фото родных участников Великого танкового сражения в Курск присылали люди со всех уголков России. Я несу в руках портрет Бабанина Ивана Акимовича, капитана, который прошел Курскую битву. И это вызывает у меня гордость. Я считаю, что это герой наш, которого мы должны помнить, потому что именно благодаря нему сейчас мы можем спокойно жить, наслаждаться жизнью и не волноваться о нашем будущем. С фотографиями родных по проспекту Победы прошли также глава региона Роман Старовойт и мэр города Игорь Куцак. Всего в марше памяти волонтеры пронесли больше двух тысяч портретов участников Курской битвы. Егор Горожанкин, Сергей Малеев, Сергей Дорохов, Максим Илеонов и Алексей Еременко. События дня. В Панеровском районе появился памятник ингушам, участникам Курской битвы. Его установили при поддержке партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». В торжественном открытии приняли участие председатель Совета регионального отделения Геннадий Баев и представители делегации из Ингушетии. На обелиске выбили имена 50 воинов республики, 8 из которых погибли на поле боя. В Курске открылась патриотическая фотовыставка «За лентой». Уникальные снимки, передающие дух военного времени, в областной центр привезли волонтеры благотворительного фонда Владимира Соловьева. Кадры сделали во время командировок в зону СВО. Также в экспозиции представили трофеи, привезенные с передовой. Обугленные здания, отстрелянные гильзы, памятники, посеченные осколками от снарядов. На снимках реальность военного времени. Суровая, безжалостная. Темные пятна, на этом кресле следы крови. Так волонтер запечатлел на снимке место гибели бойца. А хозяин этого шлема уже никогда за ним не вернется. Пробитая амуниция такая останется лежать в поле под Донецком. Эта выставка начиналась вот с той фотографии, которая сейчас за моей спиной. Она называется «Звезды Солидара». Интересные обстоятельства. Шел очень серьезный обстрел, и съемочная группа, уходя от осколков, зашла вот в это здание. И тогда Рустам Вахидов, один из продюсеров канала, талантливейший человек, он достал телефон и сделал вот этот снимок. И потом, когда уже приехали, он открыл эту фотографию, и все увидели, что это не просто снимок. Это снимок, который запечатлевает эпоху. По мнению ведущего программы «Соловьев Лайф» Сергея Корнаухова, выставка должна объединить народ большой страны. Именно такие кадры пробуждают людей в тылу. А общая вера в победу помогает выигрывать самые тяжелые сражения. Выставку посетил и губернатор Роман Старовойт. Глава региона отметил, что память о подвигах героев СВО важно сохранить уже сейчас. Кто уже ушел из жизни, они все равно с нами. Они в наших рядах. И мы последователи их дела. И, конечно, наш долг перед ними и перед будущими поколениями сделать так, чтобы мы не задумывались, на каком языке нам разговаривать. Не задумывались, как и каким богам молиться. Не задумывались, как воспитывать своих детей. Среди посетителей выставки не только представители старшего поколения. О том, как там за ленточкой, интересно узнать школьникам и студентам. Ведь история творится прямо здесь и сейчас. Посетив эту выставку, посмотрев на как устроен гражданский и военный быт в зоне специальной военной операции, конечно, мурашки по коже, слезы на глазах. Ты настолько глубоко чувствуешь вот эти моменты. На выставке представили 30 экспонатов. Это не только фотоснимки, но и, например, оружие из зоны боевых действий. Его можно увидеть в выставочном зале имени Казимира Малевича до 20 сентября. Михаил Агарков, Сергей Малеев. События дня. Куряне исполнили любимые советские и русские народные песни. 24 августа в парке героев гражданской войны прошел открытый фестиваль ветеранских хоров, «Когда поет душа». В областной центр съехались 15 творческих коллективов из разных уголков Соловиного края. Открытый городской фестиваль хоров проходит в областном центре уже в седьмой раз. Творческий коллектив «Ветеран» культурного центра «Лира» – его постоянный участник. В репертуаре в основном патриотические песни. Надежде Сидоркиной 97 лет. Она ветеран Великой Отечественной. Несмотря на почтенный возраст, часто выступает на мероприятиях. Говорит, песни лечат, придают сил и желание жить. Мы много-много песен исполняем. Не меньше сорока. Я вам всех не перечислю, потому что очень много песен. А вот вокальный ансамбль «Диковинка» из Панеровского района участвует в фестивале впервые. Одну из песен посвятили русским матерям. Матери, русские матери, Горе свое, зеленое уберенные. Я думаю, это важные фестивали, тем более на открытых площадках. Почему? Потому что здесь находятся люди разных поколений. И наша молодежь, к которой я отношусь, глядя вот на таких молодых душой наших ветеранов труда. Мы в любом случае задумываемся и вспоминаем, и думаем, помним те страшные страницы, которые когда-то были, проходили на нашей земле. Зрители активно подпевали участникам фестиваля. Ведь эти слова знают все. Но особенно проникновенно они звучат сейчас. Год 80-летия победы на огненной дуге. Дарья Бартинева, Антон Латышев, События дня. Масштабные празднования в честь 80-летия победы в Курской битве завершили фееричным концертом. 50 дней, 50 ночей. Он прошел 26 августа на стадионе Трудовые резервы и собрал 10 тысяч зрителей. Перед курянами выступили Зара, Юта, Екатерина Гусева, Марк Тишман и другие звезды российской и белорусской эстрады. Лишь только бой указ, звучит другой приказ. И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Со сцены звучали до боли знакомые композиции о мужестве и героизме советских солдат. Духом военного времени была пронизана каждая секунда праздничного вечера. Куряне подпевали со слезами на глазах. Подвиг, совершенный героями Великой Отечественной на Курской земле, вдохновил и звездных гостей. Очень люблю Курск. Мне здесь хорошо. Мне здесь поется, мне здесь пишется. Наше поколение является хранителями истории. И мы не должны позволить, чтобы ее переписывали. Мы должны сохранить память наших героев. Мы должны об этом рассказывать нашим детям. И, конечно, такого масштаба мероприятия, они необходимы. Не только нам, но и юному поколению. Так, куда же вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то смеху прощаете нас. Уникальный и, можно сказать, исторический момент. В едином порыве куряне спели вместе с участником СВО Александром Орловым и зажгли тысячи фонариков. После выступления военнослужащий признался, главная его мечта – после победы дать сольный концерт для близких и однополчан. Я очень горжусь, на самом деле, Курской битвой. Я очень сильно переживаю сейчас, на сегодняшний день, все вот эти вот песни. Мне сам концерт, вот, он, так знаете, как бы сказать, напомнил мне, наверное, о главном. То есть, дал мне, я не знаю, так сказать, надежду. На концерт пришли 10 тысяч зрителей. Подпевали все. Концерт отличный, патриотичный, это очень важно сейчас, и пробирает до глубины души. Артисты молодцы, подготовили хорошо, очень хорошие. Очень красиво. Очень красиво, празднично, торжественно и печально, конечно. Очень песни душевные. С праздником Курян поздравил и глава региона Роман Старовойт. Я хочу пожелать нам скорейшей победы, чтобы наши ребята вернулись, живые и здоровые, со специальной военной операцией, вернулись к созидательному труду. Я желаю вам крепкого здоровья и всего самого доброго. С праздником, друзья! Завершился концерт праздничным фейерверком, как и полагается, под песню «День Победы». Анастасия Давыдова, Антон Латышев, События дня. Целый год они не только работали в одной большой команде Соловьиного края, но и состязались в силе, ловкости и скорости. 27 августа в Курске прошло торжественное закрытие спартакиады государственных и муниципальных служащих. Ее посвятили 80-летию победы в сражении на огненной дуге. Триатлон, баскетбол, гонка с препятствиями, плавание, волейбол, лыжи, настольный теннис. Команды соревновались в 12 дисциплинах. Финальным испытанием стал футбол. Кто же забрал кубок победителя? Репортаж Екатерины Илюхиной. На улице плюс 30, на поле куда жарче. Это последний рывок. Всего одна игра отделяет команды от заветного кубка победителя. Борьба развернулась между сборными администрации Курска и регионального Минспорта. Мощную атмосферу поддержки на трибунах создавали болельщики. Такие эмоции испытываешь редко. И, наверное, правда. Вот Роман Владимирович сказал о том, что спорт объединяет, спорт воспитывает дух. Но сегодняшняя игра – это такое количество ярких впечатлений, которое даст заряд бодрости на длительный-длительный период времени. В финальных играх по футболу 12-го этапа «Спартакеады» участвовали 16 команд. В нелегкой борьбе победу одержала сборная мэрии Курска. Городские чиновники не пропустили ни одного мяча. И они же стали абсолютными чемпионами первого в регионе состязания государственных и муниципальных служащих. Сегодня, несмотря на жаркую погоду, нам получилось собраться командой. И дружно, только вперед, выиграть. На ноль ни одного мяча не пропустить. Первую игру 6-0, 3-0, 1-0, потом 3-0. То есть команда сегодня собралась единым духом. Команд на порыве мы сегодня одержали победу. Спасибо нашей команде, спасибо поддержке, которая пришла сегодня. Болельщики администрации города Курска. Искренне поздравляю всех с первой «Спартакеады». И нам вдвойне приятно, что мы стали первыми победителями «Спартакеады». Спасибо. Серебро по результатам всех состязаний забрала команда администрации Курской области. А почетное третье место заняла сборная регионального Минспорта. Чуть-чуть в футбол в детстве играли когда-то. Сейчас пришлось вспоминать все данные ощущения. Чуть болевые в ногах, а так все здорово. Для меня большая гордость, что Министерство спорта смогло встать на почетное третье место. И это действительно была большая борьба на протяжении всего сезона, 12 этапов. Я надеюсь, что в следующем году мы поднимемся на ступеньку, но повыше. Главная цель «Спартакеады» – не определить победителя, а личным примером вдохновить жителей региона на занятия спортом. Мы предусматривали участие в «Спартакеаде» именно командные виды спорта, потому что основная задача не просто благодаря собственному примеру показать, рассказать, что здоровый образ жизни, физическая культура и спорт – это основа здоровой нации, основа патриотически воспитанных юношей, девушек, взрослых, всех россиян, но это и формирование команды. Уже в сентябре в регионе стартует вторая «Спартакеады госслужащих». Ее посвятят 90-летию со дня образования Курской области. Всех секретов не раскрывают, но уже известно, что в программу состязаний добавят новую дисциплину – фиджитал-спорт. Екатерина Илюхина, Антон Латышев. События дня. Современное оборудование, инновационные программы обучения и практика на ведущих предприятиях региона. Дмитриевский агротехнологический колледж, где группа компаний «Агропромкомплектация» реализует свой образовательный проект, продолжает принимать студентов на обучение. Приемная кампания продлится до 1 октября. О том, какие востребованные на рынке труда региона профессии и специальности там можно получить, расскажем в следующем материале. Технолог продуктов питания животного происхождения. Связать жизнь с такой профессией решила Дарья Романова. Теперь она первокурсница Дмитриевского агротехнологического колледжа. Когда выбор был, именно какую профессию выбрать, я решила выбрать эту профессию и пойти работать так же, как и мама. Мне показали кабинет, мне тут очень понравилось. Мне понравилась тут техника какая. Я очень обрадовалась, потому что кабинет интересный, красивый. И то, что тут хорошая техника, я на ней буду учиться и потом буду работать. А это еще одна первокурсница Кира Татаринова. Ее будущая профессия – агроном. Такой выбор девушка сделала благодаря дяде. Именно он привил ей любовь к сельскому хозяйству, когда брал с собой на работу. В школьное время, когда у меня были уроки, я постоянно, когда было время, приходила сюда, просила, чтобы мне все показывали, что рассказывали, что интересно. Ты выращиваешь то, что ты будешь сам потом употреблять. Это очень высокооплачиваемая работа. Ты можешь найти везде работу себе. У тебя везде проход будет. В агротехнологическом колледже можно освоить и другие востребованные специальности. Для их изучения оборудованы четыре мастерские лаборатории – агрономия, сельскохозяйственные биотехнологии, эксплуатация сельскохозяйственных машин и сети фермерства. Произведен ремонт, модернизация учебных корпусов, мастерских лабораторий, которые оснащены новейшим технологичным оборудованием, позволяющим студентам прикоснуться к своей будущей специальности уже на этапе обучения. И это оборудование отвечает всем современным запросам технологичного производства. Зачисление первокурсников проводится без вступительных испытаний. Форма обучения – очная. Студентам предоставляется общежитие и отсрочка службы в армии. Эффективные учебные программы и практикоориентированный подход к обучению дают свои результаты. Выпускники Дмитриевского агротехнологического колледжа успешно трудоустраиваются на высокотехнологичные предприятия агропромкомплектации. В Курском регионе. Анастасия Давыдова, Геннадий Воробьев. События дня. Новый шаг в развитии медицины. В Курске 25 августа открылся второй хирургический корпус медицинского центра «Медассист» группы компании «Медскан». Он оснащен инновационными системами для проведения высокотехнологичных малоинвазивных хирургических вмешательств. В торжественном мероприятии приняли участие главный уролог Минздрава России, академик Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Пушкарь, президент Российского общества по эндоурологии и новым технологиям, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук Алексей Мартов и министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная. Знаковое событие для региона. В новом корпусе «Медассиста» на площади 4,5 тысячи квадратных метров открылись центр урологии, эндоскопическое и отделение эндоваскулярной хирургии и эфферентной терапии. Шире стали и возможности онкологического направления. Это прорыв, это наша базовая модель. Мы хотим, чтобы много таких центров появилось по России. И очень важно, что здесь модель не придумана теоретически, а вот она реализована в конкретном городе с очень большим, интересным, накопленным опытом. И мне кажется, это будет работать в каждом регионе, в каждом крупном городе, в чем и есть наша задача. В новом корпусе работают три инновационных гибридных операционных ОР1. Они оснащены уникальной по качеству изображения видеосистемой. Это помогает врачу поставить правильный диагноз и провести манипуляции с ювелирной точностью. В одной из операционных установлена система «Довинчи». С помощью робота-ассистента в «Медассисте» проводят сложнейшие урологические, нейрохирургические и ортопедические вмешательства малоинвазивным способом. Профессор Алексей Мартов оценил высокий профессионализм специалистов медцентра. Я на самом деле, когда начинал операцию, я сказал, что более комфортный операционный. Я, наверное, в своей жизни еще не видел, хотя мне приходилось оперировать и по всей стране, в разных регионах, и в Европе, и в серьезной зарубежной медицинской Европе. Очень комфортно, великолепно все сделано, все продумано. Но самое главное, что врачи образованы настолько, что они выполняют самый высокий, самый технологичный спектр всех современных урологических пособий. Общий объем инвестиций составил 700 миллионов рублей. Благодаря открытию нового корпуса «Медассиста» число пациентов, которые смогут получать высококвалифицированную медицинскую помощь, возрастет вдвое. В год здесь будут проводить до 2,5 тысяч операций по урологическому профилю, в том числе по полису ОМС. Несомненно, повысит уровень и качество оказания высокотехнологичной медицинской помощи еще большему числу пациентов Курской области и соседних регионов. Еще одно немаловажное событие для медиков региона состоялось в этот же день. В областном центре прошла научно-практическая конференция «Уровикент», тема которой – интеллект и интеграция в урологии. На нее съехались известные хирурги-урологи-специалисты из ведущих медучреждений России и стран СНГ, которые наблюдали за операциями в онлайн и офлайн форматах, а также принимали в них участие. Одну из первых – робот-ассистированную простатоктомию провел профессор Дмитрий Пушкарь с использованием робота-ассистированной системы «Довинчи». За высокотехнологичные операции, которые проводили специалисты медассиста, участники конференции наблюдали в режиме онлайн. Сегодня Курская область приобретает особый смысл, потому что вот это вот черноземье, Курская область, Белгородская область, Ореол, непосредственно дорога вниз на Ростов, она приобретает особый смысл. Здесь очень много народу, здесь люди должны получать самые последние виды самой высокой технологичной помощи. Всего научно-практическая конференция собрала более 150 участников в онлайн и офлайн режимах. Специалисты провели в общей сложности 8 операций. Екатерина Илюхина, Алексей Еременко, События дня. 18 лет они уверенно шагают по Курской области легкой, изящной походкой. Салон удобной обуви «Некстеп» отметил совершеннолетие. Для клиентов устроили настоящий праздник с показом новой коллекции, выступлением кавер-группы и розыгрышем ценных призов. День рождения по всем правилам, вот только подарки здесь дарят гостям. Розыгрыш призов для любимых клиентов салона «Некстеп». Брендовая сумка, зонт, подарочные сертификаты, подушка-массажер и главный приз – робот-пылесос. Нет, нет. И, как и странно, именно он мне нужен на сегодняшний момент. Да, это было прям, не скажу, чтобы мечта, но это была необходимость приобрести пылесос. Сегодня это один из самых популярных обувных салонов «Черноземья». В Курск области успешно функционируют шесть магазинов. Удобство, качество и доступная цена – то, за что клиенты выбирают «Некстеп». Это женщина, скорее женщина, которая заботится именно о здоровье своих ног, которая в первую очередь выбирает удобство, но также ей немаловажен и внешний вид, чтобы обувь была не только удобной, но и красивой. На праздники представили новую коллекцию. Сезон «Осень-зима» вновь дарят женщинам удобные лоферы. В моду вернулись сапоги-чулки. Не стоит тратить время на походы по разрозненным магазинам. Все, что необходимо, можно найти в салоне удобной обуви «Некстстеп». Валерия Матвеева, Геннадий Воробьев. События дня. И на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Узнать главные новости региона вы сможете на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях. Их адреса на ваших экранах. Всего вам доброго и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok